Приветствую всех любителей шахмат! Продолжается очередной турнир чемпионов на сайте ches24.com, организованный Магнусом Карлсеном и его командой. И сегодня посмотрим пару интересных партий и стадий отбор. В первой партии белыми играет Алиреза Ферруджи, черными чемпион мира Магнус Карлсен. И после хода Е4, когда напротив сидит Магнус, конечно, последует скандинавская защита. d5 играет Магнус, очень любит он играть подобное продолжение, этот вариант, в быстрый и в блиц. Взятие на поле d5, ферзь d5, конь c3. Ферруджи нападает на ферзя, последовал ход ферзь a5, d4, конь выходит на f6, конь cf3, последовал ход слон f5. Конь e5, белые немедленно централизуют своего коня, забрасывают вперед, c6. Слон c4, атакован пункт f7, и Магнус легко парирует эту угрозу. Играет e6, теперь слон убирается в пешку e6. g4, очень агрессивно белые разыгрывают дебют. Слон g6, h4, пешка идет вперед, где-то при случае готова пройти до h5. Конь bd7, Магнус не обращает внимания, последовал размен, взятие коня, и h5. Слон d5, пользуясь тем, что конь связан, последовал ход слон e4. Теперь на f3, конечно, слон d5. В партии последовала короткая рокировка, слон d5, убираем слона из-под боя, он уже подвисал. Дело в том, что связка теперь не работает, король ушел и угрожал ход конь e4. Поэтому слон d5 на размен, конь d5, забрали. Слон d3, после вот этой операции, давайте посмотрим, что получилось. Белые в итоге очень сильно ослабили королевский фланг, но получили двух слонов. Позиция, возможно, с небольшим перевесом в сторону. Белых, с другой стороны, на перспективу, если как-то взорвать королевский фланг, то у белых могут возникнуть серьезные трудности. Слон d6 играет Магнус, ход ферси в 3. Теперь в случае длинной рокировки, наверное, пешка на поле f7 просто подвисает. Потом еще на e6, на g7. Но, тем не менее, следует длинная рокировка. Слон e3, не решился ли Реза забрать эту пешку. После этого ход g6, как раз попытка разрушить королевский фланг. h6, закрываем позицию, конечно, не хочется вскрывать линии напротив собственного короля. Белый просто получит мат. Хоть, конечно, ферзь пока не участвует в атаке на белого короля, но, тем не менее, очень опасно. Ладья f8, где-то хотят теперь f5. a3. Такой выжидательный ход. На f5, наверное, идея поставить пешку на поле g5. Еще раз закрывая позицию. f5 последовал, но белый играет агрессивно. То есть, наверное, все-таки лучше было сыграть либо b4, либо слон g5. Возможно, на ход был и g5, хотя пешка в будущем могла быть оказаться слабой после хода f4 и попытаться привязаться к этой пешке. Тем не менее, c4. Наверное, неплохо было и забрать на поле c4. Последовал ход e5. Магнус играет тоже достаточно остро. b4. Ферзь отходит на c7. Пешку на d5 черные отдают. Но последовал ход c5. Слон e7. Вынужденный ход. Слон b5. Последовал ход e4. И после хода ферзь h3. Но на ход не точный. Лучше поставить ферзя было все-таки на размен. После же ферзь h3. Магнус играет f4. И черные на самом деле здесь получили уже такой интересный перевес. Здесь пешки очень далеко прошли. После отступления слона можно было подкрепить свою позицию ходом g5. Либо такой интересной профилактикой, как король b8 на всякий случай убрать с линии c короля. Последовал же ход слон g5. Наверное, не лучший ход. Вот, возможно, e3 в будущем будут готовить черные продвижения. c6. Фируз же пытается контратаковать. Конь f6. И это оказалось серьезной ошибкой. После чего чемпион мира проигрывает в несколько ходов. Взятие на b7. Ферзь b7. Лучше было короля на b8 спрятать. Ладья идет на поле c1. Шах. Король b8. Слон c6 напали на ферзя. Ферзь отходит на поле e7. Ладья c5. Где-то с b5 готовы зайти. Вторую ладью хотим где-то на линию c поставить. e3. Пытаются черные найти контр-игру. Торопятся. Последовало взятие. Наверное, лучше начать все-таки с шаха на поле b5. Сразу выгнать короля на одной из полей. Последовало темнее менее взятие. Взятие. Слон идет на поле e1. Конь e4. И это оказалась уже решающая ошибка. Ферзь h2 шаг. Теперь ферзь c7 играть не захотелось. Магнусу ни ферзь c7, ни ферзь d6. На что последует размен на поле f8. То есть на ферзь d6 можно просто разменяться. Если съесть шагом, ферзь h2, король h2, ладья f8, то пешка при случае на поле b5 оказывается слабой. Можно еще пококетничать. Сначала дать такой шаг выписать. И на король c7 только забрать. Под боем конь вторжения ладьи. Пешка h может оказаться при случае силой. Ну на самом деле у белых не очень большой перевес здесь. Компьютер подсказывает, что ход какой-то ладья f1 есть, после чего полпешки буквально в пользу белых. Ну давайте вернемся к партии. Так, после ферзь h2 Магнус предпочел встать под скрытый шаг. Ничего не боится. Последовал такой интересный двойной шаг. Слон d7. И теперь король b7 явно не помогает. Мы просто ферзем внедряемся и ладью и ставим мат. То есть король b7. Далее шаг. На король a8 решает партию слон c6 мат. А в случае короля a6. Также можно и слоном мат поставить. Ну, ладья a5 и b5. Выбора много. Ладья a5 простой мат. Какой видишь, такой и ставь. Поэтому после слона d7 Магнус забрал на поле d7. Ладья c7. Белые теперь выигрывают ферзя. Конечно, нужно было отступить король e8. Но Магнус зевает мат в один ход. Король e6 и ферзь e5 на доске. Чистый мат. Не каждый день поставишь чемпиона мира. Даже в быстрые шахматы. Мат. То есть очень редкое на самом деле явление, чтобы чемпион мира зевнул мат. Конечно, все-таки напрашивалось. Король d7 попытаться сопротивляться. Наверное, это бесполезно. Слон e7. Тут такая полная доминация. Ферзь e5. Пешка слабая. Пешка e3 слабая. То есть после какого-то размена-размена. Нужно считаться еще с шахами на h8. Такая могла запросто возникнуть позиция. Ну, давайте перейдем к следующей партии, где уже Магнус праздновал победу. И следующая партия. Опять играет чемпион мира Магнус Карсен против американского гроссмейстера. Также известного стримера сайта ЧСКОМ Даниэля Народицкого. И после ходов e4 Магнус играет белыми. После этого ход c6. Пешка идет на d4. Даниэль отвечает d5. Удар по центру. Перед нами защита карака. Магнус выбирает закрытый вариант. Продвигает пешку на e5. Забивает такой пешечный клин в лагерь черных. Черные реагируют самым естественным способом. Играют c5. Немедленный подрыв. Взятие на c5 e6. Слон теперь остается за забором. Но при этом напали на пешку c5. И Магнус играет ферзь g4. Также можно сыграть конь f3. Но ферзь g4 интересный достаточно ход. Идея главная это на слон c5 есть ход ферзь g7 теперь. Поэтому слон c5 просто не проходит. Конь виси. Черные атакуют e5. Атакуют c5. Обе пешки можно защитить только через ферзь d4. Но там слон c5 просто. Поэтому конь f3. Пешку c5 бросаем. Конь c5. Слон e2. Такой тихий скромный ход. Конь идет на e7. Короткая рокировка. Конь f5. И c4 удар по центру. Теперь поле d1 освободилось для ладьи. Последовало взятие. Ладья d1. Захватываем открытую линию. Слон d7. Черные не боятся. Вот так вот оставляют ферзя на поле d8. Перекрываются слоном. Взятие на c4. Также можно было коня поставить на a3. Либо на c3. Достаточно интересно смотрелось. Но после слона c4. Ферзь b6. Конь выходит на c3. Слон e7. Попытка все-таки закончить развитие. Спрятать короля. Конь d4. Конь на f5. Стоит неприятно. И белый пытается его выбить. После конь d4. Где-то ладья d4. Теперь с пешкой b2. Как-то нужно решить проблему. И очень интересно будет сход слон e3. Вставая напротив ферзя. h5. Контратака. Ферзь e2. Убрали ферзя из-под боя. Взятие на d4. Ладья d4. Как-то ладья теперь повисла в воздухе. Нужно с этим считаться. Но вроде прямых отскоков конем. Таких опасных не видно. На конь b3, наверное, есть удар на поле d7. Кстати, что на конь b3? Если так, двойной удар. Да, ладья d7 решает партию. Есть такой соскок пока еще. Последовал ход слон c6. Слон e3. Да, вот ферзем мы как раз помогли нам черные. Подогнали. Защитили пункт b2. То есть белому пришлось потерять время. Но здесь черные помогли. И теперь слон e3. Слон становится в засаду. Ринге нам посматривает в сторону черного ферзя. А5. Ладья идет на поле d1. Также сильно было коня забросить вперед. Короткая рокировка. Ферзь h5. Отведаем пешку. При случае готовы как-то атаковать короля. Поставить ладью либо на g4, на h4. Пока слон еще контролирует. Но в будущем все возможно. Ферзь b2. Наглый ход. Ладья g4. Наверное, уже просто грозит вплоть до ладья g7. g6. Можно было уже пробить ладья g6. То есть ладья g6 тоже выигрывающий ход. Забрали. Можно ферзь g6. Король h8. По мне так неплохо. Но слон c5, да. Самый естественный ход слон c5. Выбиваем опору из-под пункта e6. И теперь главная идея это дать шаг на поле a6. И потом слонов забрать. После чего победа очень близка. Ну, ферзь f2. Это под слона. Можно просто сдаться в этой позиции. На самом деле, естественно, ферзь c3 не спасает. Легкая атака. Ферзь a6. Слон e6. Партия очень быстро заканчивается. Но Магнус ошибается. Причем ошибается серьезно. Он упускает буквально перевес где-то в 10 пешек. То есть после хода g6. Слон a6. Разница в 10 пешек. Здесь где-то была оценка 15-16 после слона c5. Либо ладья g6. А после хода слона a6 плюс 2 всего лишь в сторону белых. Слон e8. Конь d5. Магнус забрасывает коня. Забрали слон d5. Теперь пункт g6. Серьезно подвисает. Последовал ход. Король h7. Ферзь h3. Убираем ферзя из-под боя. И хотим где-то на f8 уже съесть. Ладья h8. Слон f8 шаг. Король идет на g8. Забрали ладья g6. И выясняется, что черный просто получает мат. Король f8. И ферзь h8. Вот так вот после поражения в четвертом туре. Магнус в пятом туре. Легко отыгрывается белыми. Совсем не получилось. Борьбы со стороны черных. Но белыми всегда играть попроще. Плюс соперник был все-таки классом немного пониже. У Даниэля в быстрые шахматы рейтинг 2.600. Это 30. А у Магнуса почти 2.900. Вот такой вот сегодня небольшой обзор. Две партии от чемпиона мира. Надеемся, турнир нам подарит много интересных партий. А вам, друзья, спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. И всем добра.